Сигломенская библиотека номер 16 приглашает вас посмотреть презентацию Самуил Яковлевич Маршак, друг детей К 135-летию со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака Самуил Яковлевич Маршак русский поэт, драматург, переводчик, литературный критик Маршак родился 22 ноября 1887 года в городе Воронеже Его отец Яков Миронович Маршак был мастером на мыловаренном заводе Мать Евгения Борисовна Гительсон была домохозяйка, воспитывала шестерых детей Самуил получил хорошее домашнее образование, но очень редко бывал хорошим мальчиком То ввязывался на дворе в драку, то уходил без спросу в гости, то разбивал абажур от лампы или банку с вареньем В раннем детстве он не ходил, а только бегал, да так стремительно, что все хрупкие бьющиеся вещи Как будто сами подворачивались ему под руки и под ноги Детство и школьные годы Маршак провел в городе Острогожске под Воронежем Маршак учился в Третьей Петербургской и Ялтинской гимназиях В 1912 году молодой писатель уехал учиться в Англию Сначала в Политехникуме, затем в Лондонском университете В 1914 году вернулся на родину, работал в провинции Публиковал свои переводы в журналах «Северные записки» и «Русская мысль» Самуил Якович Маршак всю жизнь был добрым другом детей В своих произведениях он учил ребят радоваться красоте поэтического слова Показывал, что стихами можно рассказывать занимательные и поучительные истории сказки Первые детские стихи поэт написал о самых маленьких и для самых маленьких Герои многих произведений Самуила Яковича Маршака – животные Первая детская книга Самуила Яковича Маршака называлась «Детки в клетке» И была выпущена в 1923 году Его произведения для детей – это краткие рассказы в стихах Вряд ли сегодня найдется ребенок, незнакомый с творчеством Самуила Яковича Маршака Добро пожаловать в зоопарк Маршака Рано-рано мы встаем, громко сторож зовем «Сторож, сторож, поскорей, выходи кормить зверей!» За обедом, за обедом, не болтаем мы с соседом Забываем обо всем и жуем, жуем, жуем Эй, не стойте слишком близко, я тигренок, а не киска Дали туфельки слону, взял он туфельку одну и сказал «Нужны пошире, и не две, а все четыре» Полосатые лошадки, африканские лошадки Хорошо играть вам в прятки на лугу среди травы Разлинованы лошадки, будто школьные тетрадки Разрисованы лошадки от копыт до головы Правда, дети, я хорош, на большой мешок похож На морях былые годы, обгонял я пароходы А теперь я здесь, в саду, тихо плаваю в пруду Взгляни на маленьких совят, малютки рядышком сидят Когда не спят, они едят, когда едят, они не спят У нас просторный водоем, мы с братом плаваем вдвоем Вода прохладная и свежа, ее меняют сторожа Мы от стены плывем к стене, то на боку, то на спине Держись правее, дорогой, не задевай меня ногой Маршак-переводчик Одной из литературных побед Маршака была работа переводчика Он перевел такие веселые стихотворения Три смелых зверолова Шалтай-болтай Потеряли котятки по дороге перчатки И другие стихи писателей А вот не побоюсь сказать, что самая любимая английская песенка В переводе Маршака это Шалтай-болтай Ее знают очень много ребят Шалтай-болтай сидел на стене Шалтай-болтай свалился во сне Вся королевская конница, вся королевская рать Не может Шалтая, не может болтая Шалтая-болтая, болтая-шалтая Шалтая-болтая собрать Посмотрите на этих маленьких котят Давайте узнаем, почему они плачут Прочитав стихотворение Маршака Два маленьких котенка поссорились в углу Сердитая хозяйка взяла свою метлу И вымела из кухни дерущихся котят Не справившись при этом, кто прав, кто виноват А дело было ночью, зимою, в январе Два маленьких котенка озябли на дворе Легли они, свернувшись на камень у крыльца Носы уткнули в лапки и стали ждать конца Нас жалилась хозяйка и отворила дверь Ну что, она спросила, не ссоритесь теперь? Пошли они тихонько в свой угол на ночлег Со шкурки отряхнули холодный мокрый снег И оба перед печкой заснули сладким сном А вьюга до рассвета шумела за окном Еще очень веселое и интересное стихотворение Перчатки Потеряли котятки на дороге перчатки И в слезах прибежали домой Мама, мама, прости, мы не можем найти Мы не можем найти перчатки Потеряли перчатки? Вот плохие котятки Я вам нынче не дам пирога Мяу-мяу не дам Мяу-мяу не дам Я вам нынче не дам пирога Побежали котятки Отыскали перчатки И смеясь прибежали домой Мама, мама, не злись Потому что нашлись Потому что нашлись перчатки Отыскали перчатки Вот спасибо котятки Я за это вам дам пирога, Мур-мур-мур пирога, Мур-мур-мур пирога, Я за это вам дам пирога. Маршаку принадлежит одна из лучших азбук, благодаря которой миллионы детей научились читать. Маршак какое-то время жил в городе Краснодаре. Там он создал один из первых в России детских театров и начал писать для него пьесы. Вернувшись в Петроград, пишет свои первые оригинальные сказки в стихах. Например, такие как «Кошкин дом», «Сказка об умном мышонке», «Теремок». А вы любите сказки? Тогда мы с вами сейчас послушаем сказку о глупом мышонке. Пела ночью мышка в норке, спи, мышонок, замолчи, дам тебе хлебной корки и агарочек свечи. Отвечает ей мышонок, голосок твой слишком тонок, лучше, мама, не пищи, ты мне няньку поищи. Побежала мышка-мать, стала утку в няньке звать. Приходи к нам, тетя утка, нашу детку покачать. Стала петь мышонку утка, га-га-га, усни, малютка, после дождичка в саду червяка тебе найду. Глупый маленький мышонок, отвечает ей с просонок, нет, твой голос нехорош, слишком громко ты поешь. Побежала мышка-мать, стала жабу в няньке звать. Приходи к нам, тетя жаба, нашу детку покачать. Стала жаба нежно квакать. Ква-ква-ква, не надо плакать. Спи, мышонок, до утра, дам тебе я комара. Глупый маленький мышонок, отвечает ей с просонок, нет, твой голос нехорош, очень скучно ты поешь. Побежала мышка-мать, тетю лошадь в няньке звать. Приходи к нам, тетя лошадь, нашу детку покачать. И го-го, поет лошадка, спи, мышонок, сладко-сладко, повернись на правый бок, дам овса тебе мешок. Глупый маленький мышонок, отвечает ей с просонок, нет, твой голос нехорош, очень страшно ты поешь. Побежала мышка-мать, тетю свинку в няньке звать. Приходи к нам, тетя свинка, нашу детку покачать. Встала свинка, хрипло-хрюкать, непослушного баюкать. Баю-баюшки, хрю-хрю, успокойся, говорю. Глупый маленький мышонок, отвечает ей с просонок, нет, твой голос нехорош, очень грубо ты поешь. Встала думать, мышка-мать, надо курицу позвать. Приходи к нам, тетя Клуша, нашу детку покачать. Закудахтала наседка, куд-куда, не бойся, детка, забирайся под крыло, там и тихо, и тепло. Глупый маленький мышонок, отвечает ей с просонок, нет, твой голос нехорош, эдак вовсе не уснешь. Побежала мышка-мать, стала щуку в няньке звать. Приходи к нам, тетя Щука, нашу детку покачать. Стала петь мышонку-щука, не услышал он ни звука, разевает щука рот, а не слышно, что поет. Глупый маленький мышонок, отвечает ей с просонок, нет, твой голос нехорош, слишком тихо ты поешь. Побежала мышка-мать, тетю Кошку в гости звать. Приходи к нам, тетя Кошка, нашу детку покачать. Стала петь мышонку-кошка, мяу-мяу, спи, мой крошка, мяу-мяу, ляжем спать, мяу-мяу, на кровать. Глупый маленький мышонок, отвечает ей с просонок, голос твой, так хорош, очень сладко ты поешь. Прибежала мышка-мать, поглядела на кровать, ищет глупого мышонка, а мышонка не видать. Вот и сказочке конец, а кто слушал, молодец. А кто хочет узнать, что случилось с мышонком дальше, прочитайте сказку Маршака об умном мышонке. Вот и закончилось наше путешествие по творчеству детского писателя Самуила Яковлевича Маршака. Помните, ребята, книги читать скуки не знать, кто много читает, тот много знает. Спасибо за внимание. До новых встреч!